рожь ну вы сами увидели какой у нее размер высокая стебельная культура здесь заложено у нас два варианта это биотехагра и бионоватик но исходя из структуры поля оно вытянуто с севера на юг варианты были также размещены на по длинной стороне участка с этой стороны вариант бионоватика размещен на следующий вариант я думаю мы не сможем пройти по такой высокой культуре но это я думаю не нужно обработка почвы здесь было в принципе классическая поверхностная до 10 сантиметров дискования предпосевная культивация проведена ну дискование на горохе была предпосевная культивация была вот и дальше мы выдержали 1 массив баранованием но густота здесь настолько большая она очень хорошо распустила что здесь реально сорняков нет да здесь поле уходила зеленый ковер выходишь на улице грязь за на дороге туда заходишь грязи нет абсолютно ты идешь по зеленому ковру постоянно это зимая культура до обработки в принципе все также стандартным только микроорганизмами две обработки 1 1 бск это питание 2 бфтим это по защите как вы видите в заболевании здесь практически нету и по спелости она уже практически подходит сейчас у нее уже восковая спелость здесь молочко не практически не выдавливается вот она зерновка мнется и полностью восковая спелость ограничение по уборке есть у этой культуры она склонна к высыпанию вот если вы увидите то зерновка очень слабо держится в чешуйках и когда она спелая даже небольшое потрушивание заколос приводит к тому что она начинает сыпаться поэтому двухклазной уборки здесь принципе не может быть ввиду больших потерь потому сюда заходим убираем напрямую из-за большой высоты растения однозначно есть проблемы в последующей обработке почвы очень много соломы обработка соломы но может быть из-за большого количества но сильно не приводит к положительному эффекту она не рассыпается в труху но пока мы думаем что с этим делать применяете препараты применяем применяем но не всегда она работает то из этих биопрепаратов наиболее собственностью земли биопроизводство расположено от исключительно на собственной земле арендом не на арендованный ну может быть где-то и да но с другой стороны зачастую весной те же дожди идут крайне локально если есть разбежка между полями полтора два километра и тут дождь может пройти там дождь может не пройти для нас это основной нерегулируемый фактор да да и исходя из конъюнктуры рынка мы можем варьировать площадь но в рамках сего оборота однозначно да здесь 50 гектар 50 дальнейшем под что идет на под бобовые по чечевицу пойдет скорее уйдете от того что прорастание следующие падали цели а ее будет масса до предпосевная культивация в любом случае будет поэтому за зиму она в любом случае вот все же понимаете поэтому по гороху но с другой стороны мы даже если есть падали лица она есть мы на горухе это принципе увидим в прошлом году была та же ситуация мы после ржи посеяли горох падалица есть она в процессе первичной обработки дальнейшей очистки она уходит урожайность ржи у вас средняя 40 45 40 45 целиком в себе используете на свою переработку нет есть оптовые продажи конечно даже даже здесь на юге покупают да да она востребованная культура много пекарен сейчас уходит в такой не совсем бюджетный ориентированный хлеб то есть хотят делать хорошие дорогие элитные вещи да и там используется рож купите это понимаю особо-то и негде кроме кроме как у нас очень уменьшились в плане биопосевов нет а скажите а почему вы выбрали собственные земли для биопроизводства потому что это долгие и где-то муторный процесс перехода от интенсивного к биологическому и в случае возникновения каких-либо непредсказуемых ситуаций до что может быть арендованной землей то есть вот эта долгая кропотливая работа просто она ставится на этом кресла на собственной земле такого обработка земли минималка классическая минималка а сорта ржи какие вы используете здесь тарасовская 87 по моему используется потому что семена и семена покупались не оригинальными и доводились до того что мы имеем сейчас уже своими силами а тарасовская это чья селекция саратовская где-то там используется алексей средняя полоса у нас тоже действительно очень никто этим не занимается вы один сорт используете да и уже на протяжении многих лет да уже лет 7 тоже свои семена свои семена подготовка семян как я на пол до рассказывал все то же самое скажите у нас сжигать нельзя стерна вообще вот и она предполагает нет нет ну мы верхний слой почвы убиваем все микроорганизмы там погибают все поехали дальше спасибо да